Россия объявила о наличии противокорабельной ракеты «Кинжал» с дальностью, превышающей китайские аналоги. «Феникс», Китай. 4 марта 2018 года. Вскоре после того, как США выпустила выходящий раз в 4 года доклад об оценке ядерной ситуации, Россия 1 марта 2018 года объявила о наличии 6 образцов супероружия, что имело оттенок тонкого намека Западу. Одним из представленных видов оружия является гиперзвуковое оружие «Кинжал», запущенное с перехватчиками ИК-31Б. Хотя это оружие использует название гиперзвукового оружия, но это, по сути, баллистическая ракета воздушного базирования, и поэтому не является никакой новинкой. Согласно информации, опубликованной российскими властями, максимальная скорость баллистической ракеты «Кинжал» может достигать 10 м с максимальной дальностью в 2000 км. Судя по внешним характеристикам, ракета очень похожа на тактическую ракету «Искандер-М», длина которой около 10 метров, а диаметр около 1 метра. Возможно, эта версия, разработанная для пуска самолетов, ракета «Искандер-М» была развернута в 2004 году. Ее масса составляет 3,8 тонны, общая длина 7,2 метра, максимальный диаметр 0,92 метра, масса боевой части 480 кг, максимальный радиус пуска 500 км и максимальную скорость в 7 м. Исходя из этих данных, мы можем видеть, что размер, дальность и максимальная скорость «Кинжала» претерпели значительные улучшения. Когда Россия объявила о таком оружии, было также сказано, что ракета «Кинжал» поступила на вооружение в Южный военный округ. Судя по этой информации, разработка этого типа ракет вероятнее всего, продвигается уже в течение нескольких лет. Согласно видеоролику, опубликованному России, ракета «Кинжал» была запущена перехватчиком МиГ-31Б с бортовым номером 592. После отделения от самолета, хвостовой обтекатель отсоединился от ракеты и заработал ракетный двигатель. Затем ракета «Кинжал» наврала высоту и полетела к цели. Совершила маневр на конечном участке траектории под высоким углом атаки поразила американский крейсер типа «Тикандирога». Баллистические ракеты воздушного базирования они являются новой концепцией. Уже в 1970-х годах XX века Соединенные Штаты проводили испытания пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» с транспортного самолета «Ц-5А». На этот раз Россия объединила концепции перехватчика с топтическими ракетами. Данная идея не нова, но использование все же заслуживает похвалы. МиГ-31Б, являясь высокоскоростным перехватчиком, может на большой высоте достигать максимальной скорости 2,83 м и сам по себе уже обладает отличными скоростными характеристиками быстрого выхода на необходимые позиции. Перехватчик МиГ-31Б имеет скорость 2,35 м, боевой радиус составляет 720 км. Если добавить подвесные топливные баки и произвести воздушную дозаправку, то его боевой радиус может достигать 2200 км. Это означает, что перехватчик МиГ-31Б может быть развернут в густонаселенных центральных районах российской противовоздушной обороны и быть способным взлететь в любое время, чтобы атаковать наземные цели соседних стран и авианосные ударные группы противника. По сравнению с ракетами наземного базирования, с тем чтобы максимально расширить сферу сдерживания, ракеты, как правило, развертываются на передовых позициях и тем самым уязвимые перед огневым поражением противника. Стоит отметить, что перехватчик МиГ-31Б – очень старая платформа, которая в основном производилась в 1990-х годах XX века и постепенно модернизировалась в последние годы. Однако объединение возможностей МиГ-31Б с баллистической ракетой «Кинжал» значительно увеличивает радиус поражения российских противокорабельных сил. В сочетании с воздушным носителем этот тип противокорабельных баллистических ракет воздушного базирования по дальности пуска превзошли отечественные ракеты DF-21Д и DF-26, которые в течение многих лет создавались в Китае. Кроме этого данный тип ракет демонстрирует большую маневренность и имеет более быструю скорость реакции на пуск. Можно сказать, что в течение стольких лет Россия сохраняла скромность в области разработки оружия против авианосцев, и только после обнародования этого убийственного оружия внешний мир действительно осознал его существование у России. Напротив, чтобы не попасть под западные санкции, Россия скромно демонстрировала свое оружие и силу, скрывая название ракеты, именуемой как «Кинжал», который является нетрадиционной для России. Похоже, что в этот раз демонстрация оружия для иностранных государств набирает обороты. У нас было мнение о том, что только Китай, который разработал DF-21Д и DF-26, является единственной страной в мире, которая успешно разработала противокорабельные баллистические ракеты. Теперь, похоже, существует немало стран, которые тоже этим занимаются. Сколько кинжалов могут уверенно уничтожить авианосную ударную группу США? Трудно понять без практического боевого применения. Хотя есть мнение, что многие образцы нового оружия, объявленного Россией, имеют элементы хвостовства. Даже Соединенные Штаты не хотят проверять, действительно ли это оружие так сильно, как о нем говорят. Ведь что, если это правда? Информация о подобных видах оружия убийцы часто представлена в таком формате, что неясно, подделка ли это или это правда, или ложь, есть ли оно или его нет. Текст закончен. Спасибо за чтение.